Чтобы стать учредителем частной организации, совсем не обязательно заботиться о стартапе или начальном капитале. Достаточно иметь паспорт. За вознаграждение жители Тверской области соглашаются стать владельцами фирм с сомнительной деятельностью. Впоследствии же им приходится отвечать за преступления юридического лица, к которому фактически не имеют никакого отношения. В 2020 году в регионе увеличилось количество фирм-однодневок. Полицейские завели более 80 уголовных дел с участием незаконно образованных организаций. Как работает преступная схема, рассказали тверские правоохранители. Установить реальных владельцев фирм-однодневок – это уравнение с двумя, а то и тремя неизвестными. Владельцы таких организаций – подставные лица. Граждане готовы за определенную сумму в прямом смысле продать свое имя преступникам. Так, учредителями таких фантомных фирм становятся студенты или асоциальные личности, которые порой даже не подозревают, для чего создается юридическое лицо. Они создаются в виде промежуточных звеньев между лицом, которое хочет обналичить денежные средства, и тем юридическим, физическим лицом, которые фактически это осуществляют. То есть, через эти фирмы, технические фирмы, осуществляют чаще всего просто без наличных переводов по каким-то эффективным основаниям платежа. То есть, без фактических осуществлений какой-либо предпринимательской деятельности. Однако, отвечая за грехи организации, придется тоже владельцу. Фирмы-однодневки позволяют увести через безналичный расчет огромные суммы денег, обходя при этом налоги. Подобные преступления совершаются в разных сферах деятельности, как коммерческой, так и бюджетной, в том числе в сфере закупок. Ответить за подобные действия придется, скорее всего, свободой, а она в любом случае дороже какого-то разового гонорара. Потому правоохранители просят задуматься граждан, а стоит ли оно того. Уголовные преступления в данной категории относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести. Наказание, за которое предусмотрено от двух до пяти лет лишения свободы. В связи с тем, что мягкая мера наказания не пугает номинала совершать данные преступления, а полученный таким образом, законным образом, доход является для них более значительным, нежели меры, которые они могут понести. В 2020 году было возбуждено 83 уголовных дела, из них 13 дошли до суда. Согласно данным УВД, формальные отношения к регистрационным действиям со стороны нотариата и налоговой службы способствуют совершению подобных преступлений. А потому в целях профилактики следует тщательнее проверять регистрируемых лиц по всем возможным базам. Инспекторов к тому же должно насторожить, если будущий коммерсант приходит в сопровождении третьих лиц. Именно внимательность работников служб и банковских работников зачастую помогает пресекать эти преступления. Однако и концы преступной цепочки все же следователям удается достать из воды и выявить истинных владельцев таких фирм. Субтитры создавал DimaTorzok